Что ж, привет! Я вот второй раз в своей жизни сталкиваюсь с такой ситуацией, когда я без понятия, как начать видео, потому что это я, получается, ну, начинаю новый канал, потому что он как бы не работал, и это первое видео на этом канале, и как ни странно, его также тяжело делать, как первое видео на основном канале. Я несколько месяцев вынашивал первый ролик для первого канала Квашенов, и вот для этого видоса я тоже идею вынашивал несколько месяцев, плюс, ну, сам-то формат новостной, он довольно такой старенький на Ютубе, ему уже несколько лет, благополучно занимается куча блогеров, вот, наконец-то я решил им тоже заняться, и вот я говорю, что, ну, сейчас мне это почему-то тяжело, я без понятия почему. Вообще, вообще, здесь будет, как бы, не только новости из медицины и здравоохранения, самые интересные, на мой взгляд, как бы, да, но и, в принципе, какие-то вещи, связанные с основным каналом, может быть, что-то про научпоп буду говорить, то есть, вот, например, скоро премия в РАЛ будет, там сейчас можно эти, как их зовут, кандидаты, можно своих кандидатов предложить, соответственно, скоро будет голосование, будет премия, я обязательно об этом упомяну, потому что, ну, лично мне это интересно. Вот, так что это не только медицина, но и, в принципе, новости, связанные с наукой более-менее, чуть-чуть, чуть-чуть, просто то, что мне интересно, это больше лайф-формат, вот, я еще думал, назвать Квашенов 2 или Квашенов лайф, решил Квашенов 2 канал вот этот назвать. Вот, так что, что, давайте начинать, я буду надеяться, если вам зайдет такой формат, такие видосы будут выходить заметно чаще, чем на основном канале, потому что для основного канала видео пилить мне гораздо сложнее, чем вот такие вот новости выкладывать. Посмотрим, посмотрим. Всякие полезные ссылочки будут в описании, потому что, вот, как раз недавно в Телеграме, например, в моем общались с человеком, человек без понятия вообще, что у меня, оказывается, есть еще озвучка научно-популярных видео, что я там, блин, 100 с лишним роликов только Курцгизахт озвучил. Курцгизахт – это отдельный проект, он немецкий, но они на английском выкладывают видео. И вот я у них 100 с лишним роликов озвучил, еще несколько десятков других роликов, а многие из вас до сих пор не в курсе, поэтому, вот, говорю, ссылки полезные всякие в описании, вы просто посмотрите хотя бы, что там есть, может, вам интересно будет. Я тут даже Инстаграм свой оживил в какой-то веке, первый раз такой у меня тоже. Ладно, давайте все-таки перейдем к новостям, поговорим, что у нас там произошло интересного. Дания, Швеция и Финляндия приостановили применение вакцины от компании Модерна. В чем дело? Было обнаружено, что у молодых людей, именно у мужчин, у них очень редко, но тем не менее, возникает очень хорошее осложнение. Это миокардит и перикардит. Миокардит – это воспаление непосредственно самой сердечной мышцы, а перикардит – это воспаление, вот, вокруг сердца есть такая, серозная оболочка – перикард, и вот воспаление вот этого, вот этой оболочки. Не то, не второе, это нехорошо, мягко говоря. Причем Финляндия остановила применение вакцины от Модерна только у мужчин, младше 91-го года рождения, а Финляндия и Швеция вообще у всех молодых людей, независимо от пола. Ну, прекратили применять и прекратили, хрен бы с ним, да? Помимо Модерны есть еще другие вакцины зарубежные. Вот как раз Модерна – это МРНК-вакцина. У них несколько разных видов, я про это уже на канале, на основном канале рассказывал. Так вот, это МРНК-вакцина. Есть другая МРНК-вакцина, это от компании Pfizer. Собственно, вроде как на нее и собираются перейти. Но суть в другом. В принципе, такие серьезные осложнения, они встречаются не только от Модерны. От Астрозеники, от Джонсон и Джонсон тоже есть свои осложнения. И почему это интересно? Потому что они сделаны по той же технологии, что и наш спутник. Это вакцины, построенные на деновирусном векторе. От этого вида вакцин, вот от этих, от спутника, от Джонсон и Джонсон и от Астрозеники, были упомянуты осложнения в виде тромбозов. Тоже достаточно серьезные, то есть может быть тромбоэмболия, человек от этого может умереть. Это серьезно, блин. Плюс есть от Джонсон и Джонсон и от Астрозеники осложнения, как полинеэропатия. То есть, в принципе-то, все вакцины, они так или иначе имеют свои какие-то побочные, какие-то нежелательные эффекты. Какие-то осложнения после вакцинации, они есть. Их не скрывают, на секундочку. Но почему-то, вот всякие антивакцинаторы или люди, которые просто боятся вакцин, которые не понимают, как они работают, они придумывают осложнения. Они придумывают какие-то небылицы, они придумывают прямо какие-то сказки. Про вакцины всегда было известно, что у них есть осложнения. Есть серьезные осложнения. И к ним нужно быть готовым. И непосредственно к которому человек прививается. И людям, которые... Ну, медработникам, короче. Люди, которые прививают. И если будет заметно, что от какой-то вакцины чаще происходят осложнения, эту вакцину просто нахрен выкинут, ее применять не будут. Потому что здоровье людей, здоровье привитых людей, в первую очередь, ну, ценится именно оно. И вот эта новость, по-моему, прекрасное тому доказательство. Следующая новость тоже связана с коронавирусом. Ну, куда деваться, времена такие, тема горячая. Так вот, с начала этого года на лечение больных с COVID-19 из фонда обязательного медицинского страхования было потрачено почти 300 миллиардов рублей. Тема новость не новая, ей уже больше месяца. Так что я думаю, за три сотни там уже, наверное, перевалило. С учетом того, что количество смертей увеличилось, количество заболеваний увеличилось, количество тяжелых форм увеличилось в связи с этим новым дельта-штаммом. Но самое интересное не это, не количество денег. Дело в том, что почему-то некоторые люди думают, что вакцина от COVID-19 бесплатная. Почему-то некоторые люди не думают, что они платят налоги. Что их налоги идут в том числе в фонд ОМС, из которого финансируется наше здравоохранение, типа бесплатное. И каждая вакцина, она уже оплачена. Каждый укол стоит примерно 1000 рублей. Ну, там, рублей 900, ну, хрен с ним, давайте округлим, до 1000. Соответственно, человеку нужно два укола, чтобы быть вакцинированным. 2000 рублей на человека. Привито на данный момент около 50 миллионов человек. Если 50 миллионов, перемножить на 2000, получается что-то вроде 200 миллиардов. Поправьте меня в комментариях, если я ошибаюсь. 50 миллионов человек имеют меньшие риски заболеть, меньшие риски заболеть в тяжелой форме, меньшие риски умереть от COVID-19. И сколько переболело? Несколько десятков тысяч раз меньше людей. Гораздо дешевле, оказывается, внезапно прививать людей, чем болеть, чем давать им болеть, чем держать их в стационаре, кормить, лечить, и потом еще этот человек будет реабилитацию проходить, потом еще не сможет нормально работать. Больной человек, он гораздо менее выгоден для экономики страны, для государства, как налогоплательщик, как потребитель, как человек, который зарабатывает деньги и тратит деньги, который платит налоги. Гораздо проще за два косаря привить этого дурачка и пускай он дальше работает. И живет еще лет 30, 40, 50, 60. Вот вам, если коротко о том, почему вакцина это выгодно. Выгодно для вас, выгодно для страны, выгодно для общества, выгодно для государства. Всем выгодно, чтобы вас прививали, чтобы вы не болели. Ладно, давайте сейчас немножечко отдохнем. Отдохнем от коронавируса, потому что он задолбал не только вас, но и меня тоже. Есть одна хорошая новость. Хорошая новость. Дальше-то будет только хуже. Дальше-то будет вообще трындец. Вы там охренеете. Но сначала, сначала хорошая, приятная новость. Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили за открытие рецепторов, которые отвечают за температурную чувствительность и за осязание. Вроде мелочь какая-то, но просто вот лично для меня, как для врача, который вот 10 лет назад изучал эту анатомию, который вот только-только все эти рецепторы изучал, в учебнике что-то читал, преподавателя слушал, и слышал, что типа вот есть разные теории, разные версии, как вообще осуществляется температурная чувствительность, как осуществляется тактильная, проприоцептивная, проприоцепция как осуществляется. Сейчас дальше я поясню, что это такое. Ну, в общем, суть в чем? Буквально 10 лет назад нас учили, что есть разные теории, есть разные варианты, пока что непонятно, пока что не открыто. И всего вот, ну, 10 лет каких-то прошло. Ладно, 11. Официально завершили, разобрались, поняли. Наверное, надо прочитать вам фамилии этих ученых, да? Я тут подумал. Дэвид Джулиус и Ардем Потапутян. Я надеюсь, я правильно расставил ударение. В общем, суть в чем? Дэвид Джулиус, он первый вообще открыл непосредственно рецепторы, которые осуществляют вот эту температурную чувствительность. А Потапутян, основываясь на его данных, уже продолжил дальше изучать все это дело и открыл рецепторы, которые реагируют на прикосновение к нейронам, на давление. И в то же время выяснилось, что эти же самые рецепторы, они не только за осязание отвечают, но и за так называемую проприорецепцию. Проприорецепция это ощущение тела в пространстве. То есть, если вы закроете глаза, вы прекрасно в норме, в норме, вы прекрасно знаете, где у вас правая рука, левая рука, где у вас руки, там ноги, уши. Вы спокойно можете вот в так называемую позу ромберга встать и спокойно вот так вот дотрагиваться до носа. Потому что у вас есть вот эта самая проприорецепция. Вы знаете, где у вас какая часть тела находится. Долгое время не могли разобраться, мужики разобрались, молодцы. Я думаю, другие врачи, если они тоже посмотрят это видео, думаю, оценят. Ладно, давайте перейдем к самому горячему. Перепалка пассажирки без маски с кондуктором попала на видео в Нижнем Новгороде. Есть трамвай номер 5. В этом трамвае одна мадемозель решила, ну или мадам хрен ее знает, решила, значит, сесть, прокатиться на трамвае утром, куда ей там было нужно, но при этом решила не надевать маску. И так-то, в принципе, во время пандемии всем рекомендовалось в общественном месте надевать медицинские маски или хоть какие-то тряпичные маски. Но вот сейчас этот режим еще более ужесточен. Вот эти вот каникулы, как ее называют, ввели. Масочный режим, QR-коды повсюду. Ограничения стали еще жестче, ну потому что, блин, люди стали чаще умирать, потому что уже косарь каждый день умирает, блин. Потому что несколько десятков тысяч человек каждый день заражается. Это херня. Это прям вообще непорядок. Официально мы первые придумали вакцину от коронавируса, а нас по темпам вакцинации по абсолютному количеству людей, не по проценту населения, обгоняет Вьетнам и, сука, Пакистан. Знаменитая пакистанская медицина, да, вот куда-то, куда нам до нее, да? Все ведь в Пакистан ездят лечиться. Это же известно, да, такой туризм медицинский. Если тебе нужно подлечиться, ты едешь в Пакистан, потому что там хорошо лечат. Куда стране, которая первые вакцины от коронавируса придумала? Не удивительно, что мы в Пакистане можем догнать. Так вот, ладно, я немножко отвлекся. Женщина села в трамвай, не захотела надевать маску и, конечно, кондуктор говорит, тетенька, пожалуйста, наденьте медицинскую маску, мы не можем вас вести, мы не можем вести пассажиров, которые без маски. В салоне каждого трамвая висит камера. Она смотрит прям вот на весь салон, прям вот весь, и прекрасно видно, что если кто-то без маски, то это, ну, это заметно, это на записи останется. И, соответственно, если такого пассажира повезут, то, во-первых, кондуктор и водитель получат по башке наверняка какой-нибудь штраф за это дело, а, во-вторых, если один такой пассажир поедет, который вот уперся, и все тут, если один такой поедет, найдется еще один умник, который не такой смелый, скажет, что это ему можно, а мне нельзя, и тоже снимет маску, и все, и тогда все без маски, и все друг друга заражают. Ништяк. Молодцы. Круто. Да, если вдруг кто-то до сих пор думает, что медицинская маска защищает вас, как носящему медицинскую маску, то это странно, потому что, ну, уже давно разобрались все, все прекрасно знают, что медицинская маска защищает окружающих от вас. Вы когда вот так вот стоите, у вас воздух распространяется не так далеко выдыхаемый. Вы вдыхаете все, что вокруг. Но как бы, если вы вдруг заражены, и вы этого не знаете, то ваш вот этот вот зараженный воздух, он не так далеко распространяется. Это элементарно. Женщина начала конфликтовать с кондуктором, начала говорить, что вы не имеете права, покажите мне указ, покажите документ, по которому та-та-та все дела. Предъявите письменные указания на основании чего вы действуете. Ну пошла ты подальше, а? Я не с вами разговариваю. Я не с вами разговариваю, с водителем. Письменные указания предъявите. Кондуктор говорит, женщина, мы никуда не поедем. Мы не можем ехать, пока вы не наденете маску. Либо выйдите, либо наденьте маску. В чем проблема? Нет, я сяду, и вы должны меня вести. Трамвай встал. Если вдруг кто-то не знает, трамваи ездят по рельсам. То есть стоящий трамвай, он останавливает всю ветку. В итоге все дело дошло до вызова полиции, а дальше я не знаю. Наверняка какой-нибудь просто штраф выписали. Но судя в другом. Женщине, я считаю, прям вот капец как повезло, что она оказалась единственным неадекватом в этом трамвае. Если бы в этом трамвае оказался какой-то еще один неадекват, который с ней категорически не согласен, женщина бы так легко не отделалась. Она бы получила по башке. Не в фигуральном смысле, а в прямом. Ей бы вдали в бубен, прям по-любому. Ее бы вытащили, ее бы выкинули. Она бы могла разбить телефон, на который она снимала это видео. Она могла бы сломать себе что-то, когда падала. Ей могли бы порвать одежду, еще чего-то. Испачкалась бы по-любому. Ну, нахрен это надо? Зачем? Для чего? О себе подумай. Малый, ну ты-то херню творишь. Ладно, вдруг кто-то такой же дурак найдется. Вдруг ты от него получишь, ну елки-палки. И вы скажете, Илья, да ты преувеличиваешь, а нихрена. В этот же день, в этом же городе, в другом трамвае, в другой ветке, в другой части города, произошла аналогичная ситуация, только уже с мужиком. Один мужик решил тоже поехать без маски. Наотрез отказался ее надевать, в итоге встал трамвай, встала вся ветка, потому что трамвай ехать не может. Этот мужик очень быстро вывел всех вокруг из себя. И нашелся такой же дурачок, который так же категорически не согласен с ним. И получил от него бубен. В итоге он поехал в полицию, в больницу, а другой поехал в полицию. Один лечится, другой сейчас, ну я не знаю, штраф какой-нибудь. И вот говорю, наверняка придется отсидеть. Может быть они как-то там договорятся, может быть еще что-то. Наверняка еще этому челу без маски какой-то штраф за то, что он всю трамвайную линию задержал. Возможно еще за это штраф придет, я не знаю, не уточнял. Но хочется задать один простой вопрос. А стоило ли оно того? Ну вот сами подумайте. Да, допустим вот, ну вот, не хочется надевать эти маски. Допустим ты, вот внутренний такой конфликт, такой ребенок капризный внутри сидит. Ааа, не хочу надевать маску. И ты срываешься на кондуктора. Кондуктор ни хрена не сделает. Ни хрена не исправит. Она в любом случае получит наказание, если она с тобой будет сотрудничать, пока ты без маски. Если она тебя повезет без маски. Водитель тебя, кондуктор тебя повезет без маски. Ей нельзя этого делать. Это бессмысленно просто. Зачем ругаться с кассирами на кассе? С ними спорить бесполезно. Они не распоряжаются, они не выдают указы никакие. И уж тем более, блин, зачем задерживать вообще весь трамвай? Ладно автобус, хрен с ним. Автобус встанет, его хотя бы объехать можно. Так это трамвай. Сотни людей, если не тысячи задерживаешь. Для чего? Просто для чего? И при этом еще рискуешь нарваться на какого-то дурачка, который тебе просто по башке надает. Я не понимаю. Просто не понимаю. Вот бред. Просто бред. Росздравнадзор будет сообщать о врачах-антипрививочниках в следственные органы. На самом деле не только о врачах, но еще о принципе о любых людях, которые участвуют в антивакцинаторских кампаниях. Я считаю, что сделать это надо было еще очень давно, еще до пандемии. Но есть небольшой нюанс, и на всякий случай я его хочу уточнить. Кто-то может подумать, что в принципе запрещают что-то плохое говорить о вакцинах. Это ни в коем случае не так. Если ты не доверяешь вакцине, и ты не хочешь прививаться, ты можешь так и сказать, типа, я не доверяю, я не хочу, я не буду. И детей своих там прививать не буду. Это твое личное дело. Но есть разница между недоверием и отказом, и между несением полной херни и откровенным п***больством. Если ты говоришь, что не хочешь прививаться, это твое личное дело, это нормально. Если ты говоришь, что вакцина от коронавируса вызывает аутизм, что она бесполезна, что это какая-то неработающая херня, то ты п***бол и получаешь за это наказание. Конкретно по статье 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. До трех лет тюрьмы. Распространение заведомо ложной информации, которая может повлечь угрозу жизни других людей. Ну, по факту антивакцинаторство этим и является. Если ты, повторюсь, не доверяешь, это одно. Но говорить, что вакцина не работает, ты просто не имеешь права. Нельзя такое говорить. Доказательства свои приведи. Приведи, приведи доказательства и все, и тогда ты будешь спокойно об этом говорить. Вакцина работает. Мы видим это по статистике, мы видим это наглядно. Во всем мире заметно, что вакцины самые разные, и в том числе спутник, не только в России, но и в других странах, работают. Они эффективны в какой-то разной степени. Против какого-то штамма лучше, против какого-то штамма хуже. Но они работают, и это факт. Если ты говоришь, что это не так, то ты получишь наказание. Все просто. Давно пора было это сделать. Особенно, если ты врач. И это такая подводочка к последней новости. В облуче уволились все сотрудники скорой помощи из-за отказа прививаться. Сотрудники скорой помощи, 15 человек, начальнику подстанции сказали, если будет вакцинация обязательная, мы никто прививаться не будем. И мы просто напишем заявление по собственному желанию. Мы уволимся. Начальник подстанции был в курсе. Когда времена поменялись, надо было прививаться обязательно, все сотрудники просто подписали заявление и уволились. Любой медработник в состоянии разобраться в базовых принципах работы вакцины. А значит, он может нормально ей доверять. Здесь даже, повторюсь, даже медицинского образования не надо. Здесь простая логика. Ну и то, что эти 15 человек уволились, как бы и хрен бы с ним. Вряд ли они были хорошими специалистами, а им на замену, говорят, уже нашли. И я вот сейчас подумал, с одной стороны, медработников, которые нихрена не понимают в медицине, не способны разобраться в базовых принципах иммунитета, вакцины, будет меньше. Если они ярые антивакцинаторы, их просто нахрен пошлют. Те, кто откажется прививаться, их тоже уволят, потому что они представляют угрозу для пациентов, для уже изначально больных людей. И вот, с одной стороны, это здорово, только почти, ну ладно, почти во всех, но в очень многих учреждениях медперсонала тупо не хватает. Непонятно, что будет, понятно только одно. В любом случае, нужно повышать свою медицинскую, так называемую, грамотность. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на второй канал, точнее, на первый канал, получается, на основной. Телеграм есть, есть ВКонтакте, есть Инстаграм, я его тут реанимировал, посты сейчас будут выходить. Есть сторисы с тиктоками, куча всего интересного. Подписывайтесь, пишите комментарии. Давайте будем повышать медицинскую грамотность населения и следить за тем, что вообще происходит в мире. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok